Начинаем! Осенний-зимний холод – отличное время, чтобы в домашнем тепле овладеть новым хобби. Просто кухня научит готовить каждого вкусные и красивые блюда. Свинина с картошкой в рукаве. Сытная, запеченная, крутая. Боже ты мой! Греческий баклажановый крамбл – изумительная вариация несладкой выпечки. Ой, не терпится попробовать! Ой, не терпится! Панини с копченой курицей и грушей. Нежный итальянский бутербродик. Просто идеально. И домашний мармелад из банана и киви. Такого в магазине не продают. Киви с кокосом. Будет просто фантастика. Доброе утро! Утром мажу бутерброд. Сразу мысль – а как народ? Как же так? Я знаю рецепт идеального сэндвича, а вы еще нет. Непорядок. Сейчас вы узнаете и будете готовить на завтрак панини с копченой курочкой и грушей. Панини – это итальянский сэндвич. А сэндвич – это закрытый бутерброд. Между двух кусочков хлебушка кладется вкусная начинка и все прижаривается на гриле. И получается и горячее, и хрустящее, и сочное, и вкусное. Типа… Да не типа. На панини ничто не похоже. Панини в Италии делают с чем угодно. С тунцом, с ветчиной, вегетарианский, просто с сыром. У нас будет вариант сегодня немножко такой, знаете, гастрономический, потому что у нас сегодня будет копченая курочка. Вот у нас грудка, курица горячего копчения из магазина. Я ее буду миксовать вместе с грушей. Еще добавлю туда немножко свежей зелени, заправочка будет бомбическая. Поехали. Нарезаем курочку тоненькими слайсами. Толстые здесь не годятся. Надо, чтобы было прямо тоненькое, чтобы она потом таяла во рту, эта курочка. Так, теперь груша. Грушу нарезаем слайсиками, тоже тоненькими. Чистить ее не надо, пускай остается с кожурой. Переходим к хлебу. Это чибатта. Сейчас у нас уже все пекарни, даже самые простые, научились ее печь. Они бывают маленькие чибатки, бывают побольше, бывают ржаные. Но пшеничная – это классика. Удобнее всего чибату разрезать на две части вот таким ножом. Это нож-пила. Так, чибатку пока отложим в стороночку. Нам надо сделать заправку. Здесь всего два ингредиента. Это зерновая горчичка. Может, горчичка немножко жгучая, и она будет с грушей и курицей прямо балансировать, добавлять стиля, так сказать. И немножко меда. Не переборщите с медом. В меру сладость должна быть. И последний ингредиент – это сыр моцарелла. Я вам рекомендую взять прям вот такую моцареллу в рассоле. Она красиво плавится и остается сочной. Режем моцареллу слайсами. Так, здесь у нас не одна порция. Тут прям, знаете, четыре порции. Поэтому не удивляйтесь, что продуктов много. Можно собирать панини. Значит, берем нашу заправочку. Намазываем на чибату. Сыр. Сыр должен быть первым слоем. Чем ближе сыр к хлебу, тем быстрее он начнет плавиться. На сыр выкладываем курочку. А потом слайси груши. Свежая зелень. У меня здесь рукола. Она как бы одновременно и жгучая немножко, и запечется будет вкусненькая такая. Маслица оливковая обязательно прям. Сверху выкладываем сыр. Вторую часть чайбаты смазываем соусом. И закрываем сэндвич. Осталось только правильно запечь панини. Включаем гриль. Так, гриль разогрелся. Берем наш будущий панини. Все. И нажимаем старт. Остается лишь подождать пять минут. Сыр даже где-то подпекся чуть-чуть, поджарился. Дышу. Чик. Чик. Снаружи хрустящий и сочный внутри. А вот это сочетание курочки, груши, меда, горчицы, руколки. И нежный такой сочный моцарелла. Просто идеально. Гриль стейкмастера Редмон. Прибор три в одном. Гриль, духовка и барбекю. У него двухсторонние панели с антипригарным покрытием, которые легко комбинировать и готовить еще больше вкусных блюд. Такой классный рецепт надо фиксировать. Берите телефон и фотографируйте ингредиенты на экране. Для панини понадобятся Чиабатта, груша, копченая куриная грудка, моцарелла, рукола, зернистая горчица, мед и оливковое масло. Порция итальянского сэндвича 96 рублей. Вам уже знакомо такое блюдо, которое называется крамбл. По классике это десерт из запеченных фруктов или ягод с крошкой из песочного теста. Я вам как-то показывал яблочный крамбл. Но крамблы бывают и не сладкие. Сегодня как раз такое приготовим. Делаем греческий крамбл с баклажанами и сыром. Хотите как закуска его ешьте, хотите как основное блюдо. Это очень-очень вкусно. Начинаем. Синенькие баклажанчики, шмаклажанчики. Если у вас, например, баклажаны, знаете, такие вот жухлые, старые, огородные, плотные, они горчат. Вот эти не горчат. Вот эта старая технология засолить солью, подождать, пока они там отдадут свою горечь. С этими баклажанами такую историю проворачивать не надо. Надо их просто нарезать. Довольно-таки тоненько, но не слишком. Вот она толщина. Нарезанные баклажанчики нужно обжарить с двух сторон. Чтобы ускорить процесс, врубайте две сковородки. Немного масла. Разогревайте прямо очень сильно. Баклажан тоненький, жарится быстро. Будет слабый нагрев, не пожарится. Надо прямо дать ему такой, знаете, цвет красивый, зажаристый. Так будет крамбл вкуснее. Чик, чик, чик. Так, баклажанчики можете чуть-чуть подсолить. Удобнее всего работать щипцами. Подцепил, перевернул, подцепил, перевернул. Все. Жарим по минутке с каждой стороны все баклажаны и перекладываем в миску. Теперь помидоры. С них надо снять шкурку. В кастрюлю наливаю кипяточек. Сейчас будем зашпаривать томаты. У нас четыре помидорки. Делаем надрезы крест-накрест. И берете вот в эту кипящую воду, кидаете эти помидорки. Раз, два, три, четыре. Через две минуты перекладываем зашпаренные помидоры в холодную воду, и шкурка слезет очень легко. Раз. Два. Все, и мякоть помидора остается. И нарезаем кубиком. Кубик должен быть крупненький. Помидоры нужно насытить вкусом. У меня здесь чесночок. Несколько зубчиков. Прямо вот так вот выдавливаем сюда. Поперчите. Подсаливайте. И прямо с чесночком вот здесь перемешивайте. Убираем пока томаты в сторонку. В крамбл обязательно идет много сыра. Натираем сыр на крупной терке. Выбирайте для крамбла полутвердый сыр. Он лучше всего подойдет. Сыр до сливочности. Насыщенный вкус. Осталось сделать тесто-посыпку, которым покроем крамбл сверху. Режем на кусочки сливочное масло. Оно обязательно должно быть холодное, потому что нам нужно его перетирать. Таять оно не должно. Пару столовых ложек муки. И начинаем вот таким вот образом перетирать муку с маслом. Можете добавить сухари. И орегано. Вот здесь вот эта ароматная трава для этих продуктов будет идеальна. Видите, сыр? Вот это все, что нам нужно для блюда. Берете 1 четвертую часть этого сыра и добавляете в тесто. После запекания оно превратится в хрустящую рассыпчатую корочку. Берем форму и собираем крамбу. Первым слоем выкладываем баклажанчики. Раз, два. Внахлёст, не жалейте, пускай их побольше будет. Делаем такую, знаете, лазанью. Но не лазанью. Следом на баклажаны выкладываем половину нарезанных помидоров. Распределяем. Затем листья базилика. Если крупные, можете порвать. И теперь сыр. Следующий слой пошел баклажанчики. То есть всего по два слоя, но баклажанов три. Оставшаяся часть помидоров с чесноком. Распределяем. Листики базилика. Красота вообще. Так, теперь сыр. И снова баклажаны. Финальный слой. Наша модная, наикрутейшая посыпка. Все, ребята. В духовку на 30 минут на 180 градусов. Надо, чтобы просто дошло все до кипения. Расплавилось, пропиталось, потушилось и запеклось. Ждем. Вот он. Готовый крамбл. Видите, прям кипит еще красивенько. Но все. Можно сразу есть, но лучше чуть-чуть подождать. Минут 10 и будем пробовать. Хочется, как лазанью, разрезать ножом, положить. Но крамбл всегда просто накладывают так вот ложкой. И кладут на тарелку. По-простому. Опа. Смотрите, какие вот они, слои баклажанов с хрустящим тестом сверху. Украшаем листиком базилика и немного оливкового масла. Греческий крамбл готов. Ой, не терпится попробовать. Ой, не терпится. Ммм, как вкусно, а. Свежо. Чеснок, помидоры, орегано, сыр. Слушайте, крутой рецепт. Ну, прямо очень крутой рецепт. Для рецепта я выбрал тильзитер Николаевских сыроварин. Полутвердый сыр с пикантным сливочным вкусом. Его делают в Краснодарском крае из свежего молока собственных ферм. Николаевские сыроварни. Сыры с кубанским характером. Для греческого крамбла возьмите баклажаны, помидоры, чеснок, базилик, сыр, сливочное масло, панировочные сухари, муку, орегано, подсолнечное масло и оливковое. Порция баклажанового крамбла 96 рублей. Готовим блюдо в рукаве. Вижу радость на ваших лицах. Вам нравится пользоваться этой штукой. Рукав для запекания. Мне тоже. Итак, на горячее сегодня у нас свинина с картошкой, запеченная в рукаве. Все предельно просто. Мясо маринуем, картошку нарезаем, добавляем всякое всячину, чтобы получилось вкусно. Делаем сногсшибательный соус. Накрываем стол к обеду. Здесь у меня кусок шеи. Полтора килограмма. Шея круче всего. Тут жирок, прожилочки, волокна такие крупные. Делаем маринад. Первый продукт – это чеснок. Выдавливаем через чеснокодавилку в мисочку. Сахарный песочек. Пару чайных ложек. Так надо, так вкуснее. Затем для цвета и для аромата паприка. Если хотите, можете взять копченую. Будет легкий подкопченый аромат, хуже не будет. Пару щепоток соли. Немного соевого соуса. Соевый соус – он такой, знаете, ферментированный продукт из соевых бобов. Вкус мяса будет прямо усилен. Ну и самый важный ингредиент маринада – это томатная паста. Насыщенный томатный вкус. Кислинка, сладость. Это вот для свинины будет очень здорово. Пару столовых ложек создадут прям невероятный вкус нашему блюду. И супер маринад готов. Свиную шею посыпаем перцем, намазываем немного маринада и достаем рукав для запекания. Отрезаем. У таких рукавов есть вот такой перфорированный шов сверху. Через него выходит лишнее давление. И за счет этого у вас рукав, как бы он вздувается, но не рвется. Раскрываем рукав. Да что ж такое-то, елки-палки. И отправляем туда свининку. Лучше сначала положите свинину в рукав, а потом уже смазывайте ее маринадом прямо там. И вот так вот обмазывайте его там со всех сторон. Закрепляем зажимами пакет с двух сторон. Перфорированный шов должен оказаться сверху, иначе рукав лопнет. Берем противень от духовки, кладем на него свининку в рукаве. Но не по центру вальяжно, а с краешку аккуратненько. Почему? Да потому что рядом мы тоже будем кое-что готовить. Мы будем запекать перцы. Просто кладете их рядышком. На противень не кидаю, иначе у меня они дадут сок, подгорят, а я потом здесь буду делать картошку. Поэтому воспользовался вот такой формой. Из перцев мы сделаем вкусный классный соус. Ставим их запекаться вместе со свининой в духовку. Мясо томим полтора часа. А вот перчики надо достать через 25 минут. Свининка там уже начинает шкварчать. Перчики подпеклись. С перцев надо будет удалить шкурки. Поэтому накрываем форму фольгой. И пускай там перчики спокойненько себе приют. Минут 10-15, и шкурка потом очень легко отойдет. Пора подготавливать картошечку. Она просто хорошо намыта. Чистить я ее не буду. Прям в кожуре буду запекать. Так будет круче. Режем крупными кусками на 4 части. И какая самая любимая специя картошки? Травка. Подсказываю. Розмарин. Молодец. Правильно. Розмарин с картошкой. Это всегда было идеальное сочетание. Поэтому отправляем туда розмарин. Но еще плюс таким мясным блюдом шикарным будет то, что надо. Обязательно подсаливаем. И немножко маслица. Пора проверить, как себя чувствует свинина в рукаве. Прошел уже час. О-о-о! Колбаска вздулась. Приоткроем. Но не рвем полностью. Берем картошечку. Рядом выкидываем. Оп. У нас же здесь образовалось много соуса и вкусного жира такого. Поэтому вы просто вот так доставайте. И немножко вот так вот на картошечку поливайте. И отправляем дальше запекаться. Через полчаса и картошка приготовится, и свинина дойдет. А мы пока из запеченных перцев сделаем испанский соус ромеско. Рыбаки испанские его придумали. Сначала делали к рыбе и морепродуктам, а потом он так понравился, что стали делать ко всему. Основа этого соуса печеный перец. Вот обратите внимание, наш перчик мягенький. Надрезаем его. Вытекает сок. Вот этот сок никуда не деваем. Кладете на досочку. И снимаете шкурку. Перчик сприл. И можно его легко вот так вот уже очищать. Основа соуса. Это перцы. Лучше воспользоваться вот таким кутером. Берем несколько зубчиков свежего чеснока и миндаль. Миндаль, чтобы был вкус соуса более ароматный и насыщенный, лучше брать обжаренный. Теперь добавляем немного винного уксуса. Именно винного уксуса. У нее просто вот эта вот кислинка, она очень приятная, чуть-чуть сладенькая. Затем сахарный песочек. Чтобы у вас все как следует перебилось, можете взять вот так вот из-под перчика жидкость. Поехали. Вот такая каша. Орехово-чесночно-уксусная. А вот теперь печеный перец. Соус ромеско готов. И мясо с картошкой пора доставать. Вот она, красота. Картошечка запеклась. Свининочка прямо как надо. Она в рукаве стала мягкая, а сверху покрылась правильной хорошей корочкой. Опа! Выкладываем на тарелку кусок свинины, картошку, поливаем все мясным соком из рукава. Ложка ромеско и петрушка. Готово! Боже ты мой! Ну-ка, иди поближе. Как же это, а! Невероятно! Мясо нежный, вкус насыщенный, маринад фантастический. У вас выходные впереди? Вот обязательно сделайте это сегодня или завтра. И будет вам счастье! Томатная паста «Махеев» продукт с оригинальным вкусом, насыщенным цветом и ароматом. Идеально подойдет в качестве заправки горячим блюдом из мяса и овощей или основой для супов и маринадов. «Махеев» делает еду вкуснее. Берите телефон в руки и фотографируйте экран, чтобы зафиксировать ингредиенты рецепта. Для свинины в рукаве вам понадобится свиная шея, картофель, болгарский перец, чеснок, миндаль, томатная паста, винный уксус, соевый соус, сахар, паприка, розмарин, подсолнечное масло и петрушка. Порция мяса с картошкой и соусом «Ромеско» – 163 рубля. Это у меня бананы, а это киви – фрукты, которые вы найдете в каждом магазине. Покупайте. Сейчас покажу, как приготовить из них домашний мармелад. Мармелад – штука не только вкусная, но и полезная. Особенно, когда мармелад натуральный. А у нас именно такой и будет. Не успели посмотреть эфир лучшего кулинарного шоу в субботу утром? Не расстраивайтесь, а подписывайтесь на наш интернет-канал. Там есть все и даже чуточку больше. Лучшие рецепты даем подробно и приправляем полезными лайфхаками. Подписывайтесь и готовьте вместе с нами. Магазинный мармелад – это слишком калорийно, слишком сладко, да и состав непонятный. Приготовьте сами, дети будут в восторге. Мармелад мы будем делать на основе яблочного сока. Наливаем его в сотейник. А почему не с водой, скажете вы? Мармелад там же должна быть, понимаете, концентрация вкуса. Чем больше кислинки, чем больше сладости, тем мармелад вкуснее. Добавляем туда агар-агар. Агар-агар – это такое вещество, которое желирует продукт. Агар-агар делают из водорослей, то есть он полностью вегетарианский. Все. Перемешали и отставляем в сторонку. Ну а теперь переходим к самому важному. Киви. Разрезаем киви на две части, а затем берете ложку и достаете мякоть. Когда киви мягкий, очень удобно получается это делать. Представляете, такой немножко будет у нас экзотический мармелад вкусный. Лишнее можно съесть. Теперь бананчик. Банан нужен для консистенции. Чик. Усилим вкус фруктов кислотой и сладостью. Выдавливаем немного лимонного сока. Теперь сладость. В нашем случае мед. Перебиваем все это до однородной текстуры. Все, идеально. Фруктовое пюре готово. Значит, пора ставить нагреваться яблочный сок с агар-агаром. Агар-агар обязательно нужно прокипятить. Только тогда у нее появляются его правильные свойства, которые желируют продукт. Буквально пару минут, и можно отправлять в сотейник фруктовое пюре. Так как масса густая, помешивайте. Лучше почаще. Нагрев не делайте слишком сильный. Пускай будет постепенный. Видите, буль-буль-буль-буль начало делать. Все, выключаем нагрев. Мармелад готов. Но осталось только его охладить. Дно и стенки прямоугольной формы выстилаем пищевой пленкой. Дальше выливаем туда наш будущий мармелад. Теперь закрываем. Все, ребята, и уносим в холодильник. Через три часа мармелад полностью застынет. Теперь его можно легко нарезать. Видите, он такой плотненький. Чик-чик-чик-чик. Любой мармелад всегда обваливают либо в сахаре, либо в какой-то обсыпке. Так он не будет прилипать к рукам. Наш тропический мармелад мы покроем кокосовой стружкой. Берете вот так вот, опа, киви с кокосом. Будет просто фантастика. Кубик положил. Так панируем все кубики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М-м-м! Слушайте, классно как, а! Прям такая у него текстура, знаете, упругая. И вот этот вкус киви насыщенный вместе с кокосовой стружечкой. Идеальный баланс. М-м-м! Киви артфрут сочная, сладкая и такое мягкое, что можно есть ложкой. А печать проверена спелая, как навигатор поможет вам найти на полке готовую к употреблению спелое киви. Для домашнего мармелада нужны киви, банан, лимон, мед, агар-агар, яблочный сок и кокосовая стружка. 100 грамм тропических мармеладок 79 рублей. Угощайтесь мармеладками! Приятного аппетита! Так мы и дожили до русской зимы с ее снегами и морозами. Пусть в ваших домах и сердцах всегда будет тепло и светло, а на столе простая и вкусная еда по моим рецептам. Следите за проектом в наших социальных сетях. А прямо сейчас приглашаю вас в новое гастрономическое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова